История родной земли. Напомнить о ней своим землякам из поселка Загорянский взялись местные энтузиасты. Они собрали в помещении почтового отделения по адресу Пушкина 8А исторические документы, фотографии, предметы быта, рассказывающие о прошлом известного на всю страну дачного поселка. На открытие экспозиции пришли жители, сотрудники администрации, представители инициативной группы, подготовившие для выставки исторические материалы. Здесь представлено две экспозиции одной выставки. Первая касается «Загорянка. Семь дорог» или «Путь в будущее», попытка нашего осмысления, того, что происходит и куда нам идти. А вторая часть посвящена средствам связи. Название свое поселок Загорянский получил в начале 20 века по фамилии землевладельцев Ивана и Александра Кисель-Загорянских. В 1929 году здесь по инициативе Надежды Константиновны Крупской был создан первый дачный кооператив для трудящихся, который дал старт всему советскому дачному движению. Жили в Загорянском и другие известные личности. Школу в поселке закончили будущие космонавты Валерий Рюмин и Александр Александров. Когда ты приходишь на почту, ты видишь историю Загорянка, ты видишь то, что было связано. Ну, в общем, вы сами понимаете, это нужно. Это нужно не только для нас, для взрослого поколения, для старшего поколения. Это нужно, во-первых, для детей. Они должны знать свою историю. На открытии экспозиции музыку великого русского и советского композитора Рингольда Глиера, проживавшего в Загорянке и где теперь есть названная в честь него улица, исполнили преподаватели детской школы искусств имени Юрия Розума. Субтитры создавал DimaTorzok